Ученые Казанского федерального университета совместно с японскими партнерами университета Рикен приступили к работе над проектом «Экстремальные клетки». Проект направлен на изучение животных, способных выживать без воды. Мы собираемся взять гены из многообразия таких вот организмов устойчивых к жизни без воды, как тихоходки, калавратки, наш комар, артемий и так далее, и методом газетального переноса генов выявить десятки, а может быть сотни перспективных для использования человека белков. Наработки в этом направлении уже имеются. Учеными выявлено, что, например, комар-звонец способен выживать при полном обезвоживании. Исследования этого организма позволяют применить его способности в направлениях медицины и сельского хозяйства. Потенциально в этом маленьком комарике заключена технология, например, безводного хранения крови. Очень интересно, как хранятся нейроны клеточные. Это источник очень многочисленных открытий, которые поможут переходить к более экономным формам хранения биологического материала вплоть до полного концепции сухого биобанка. А это имеет огромный импакт на уровне, наверное, не знаю, целых стран. Сейчас ученые занимаются изучением других представителей животного мира со схожими особенностями, чтобы выявить комбинации генов для повышения устойчивости при обезвоживании. Проект позволяет сохранять биоматериал без воды, что значительно увеличит срок его готовности к использованию. Артем Тупичкин, Тимур Табаров, Универньюс.